всем привет я уже минут 20 как не сплю на завтрак у меня сегодня манная кашка что-то я сегодня с ней переборщила мне пришлось разбавлять и получилось много буду сегодня сидеть на манной каше целый день как лялечка еще темно солнышко только-только встает у меня всю ночь на проветривание потому что в квартире тепло мое утро началось с распуска видите сколько я распустила в общем разу распустила до подмышечной части не нравится мне планка и я по новой вижу планку знаю что будет может потом опять его полностью перевяжу кто его знает но вы же знаете что если мне что-то не нравится я не могу дальше вязать и хоть я уже и до бюдер связала но ничего что тут у нас сегодня ветер опять солнышко светит сейчас время 9 час я получается после того как утром снимала села распустила потом пока опять петли набрала и уже провязала какое-то количество рядов вот а тут уже солнышко вышло такие стекла грязные вообще надо мыть сейчас вытянула москитки специально потому что так то я и блюдю чтобы они держались а у меня же уже был случай что москитка улетела я их даже по привязывала вот веревочками вот сейчас уеду не знаю каково будет у меня на проветривание стояла но сейчас ветер развернулся и прям сквозняком тянет бросила стирать свою куртку и что я стою чего бы лицом к вам не повернуться на своей ретро на своем ретро фотофоне да вот у меня стенка фотофон на голове как всегда непонятно что так вот бросила куртку стирать потому что нужно с собой ее взять она такая но не не очень грязная но после весны я ее не стирала нужно освежить вот и куча сейчас постирается я ее вышел и хочу сходить в город нужно мне снять наличку чтобы с собой было потому что ну мало ли что в дороге может быть захочется купить что-то ну и за такси платить нужно нужно чтобы что-то было наличного вот сейчас еще хочу что-нибудь перекусить перед выходом потому что не знаю я еще хочу пройтись посмотреть что-то на подарочек взять сама еще не знаю что что-то хочу посмотреть потому что не привыкшая я с пустыми руками ездить в гости вот вот у нас теперь и с детьми разговоры только о том как что почем спасибо вам большое что вы все не сопереживаете волнуетесь о вашей заботе спасибо что вы пишите мне в комментариях добрые пожелания и по поводу поездки по поводу того чтобы я себя берегла мне конечно это очень приятно значит спасибо еще вам за то что вы делитесь своим опытом я конечно рассчитывала на то что я вот вчера выставила видео и конечно же я ждала обратную связь по поводу того что вы мне скажете может посоветуйте по поводу моей пряжи очень много я нового для себя узнала потому что еще раз повторяюсь у меня нету опыта вязание из бобиной пряжи и очень много таких советов как дельных скажем так и я конечно их попробую применить вот некоторые уже даже применила и сейчас особое знаете я как-то в развал очку занимаюсь вязание потому что к режим если у меня совсем другой стороне и в общем меня спину никто не гонит поэтому наверное всему свое время и я не кидаюсь сразу примут раз и начала этим заниматься но все по мере желания и возможности скажем так вот сейчас я вам покажу что я там извояла за вчерашний вечер и сегодня немножко с утра вот и потом еще наверное мы встретимся когда я в город выйду наверное будет слышно как у меня машинка работает стиральная но я приношу извинения ненадолго включусь вот смотрите это все та же бобинная пряжа мне сказали добавить ниточку мохера я добавила косина как было так и осталось вот видите я специально провязала с мохеровой ниточкой и далее вот я применила узор вот такой замечательный узор и посмотрите эффект есть да не косит изделие я уже как-то показывала вам этот узор вот и в общем я склоняюсь к тому что я буду наверное вязать вот таким узором во первых как они называются поперечные полосы до рапорт не горизонтальная вертикальной как бы удлиняет силуэт хотя мне собственно это и ни к чему рост у меня и так приличный но как бы все равно я думаю что не повредит вот это то что касательно этой пряжи все также в комментариях вы мне написали что это натуральная шерсть что если стирать стиральной машине эффект сваливания происходит знаете я стирала ведь на 30 градусах и в общем то на ручной стирке и вот эффект такой получился здесь у меня получается в две ниточки такой толстенькой изделие а вот это я вручную постирала но здесь в одну ниточку и на спицах номер 5 я связала это же посмотрите насколько она плотная это не зависит ручная стирка маш на машине или ручная стирка на просто так ручная стирка эффект будет такой же я думаю просто здесь видите в одну ниточку и она все равно до конца раскроется то есть я вот здесь один раз постирала если постирать два-три раза вот эти все поры я думаю закроются вот эта черненькая уйдет но не знаю я так не не могу никак определиться то ли в две ниточки мне вязать то ли в одну ниточку пока отложу опять до того как я вернусь назад потому что по-любому я сейчас начинать ничего не буду это я уже вы планирую на будущее вот но честно скажу вот этот эффект мне больше нравится такое плотное будет теплое наверное не знаю не знаю не знаю вот так что вот так вот то что я вчера вечером пути всякие непонятные капушки откуда-то берутся буду вязать таким узором ну что довязала я еще одну шапулю манюсь кую вот теперь будет у моего мальчика две шапочки одна потоньше другая потолще какой захотят такой пусть и носит мне задавали вопрос вы своему внучку то вяжите но это только могут задать этот вопрос те которые недавно со мной я внуку уже что только не связала он меня от и до обвязан на улице ветер не знаю даст он мне снять или нет я ходила снимала деньги и решила думаю зайду я сквер здесь рядом чтобы посмотреть запечатлеть его последние краски потому что я наверное приеду уже такой красоты не будет эти фигурки красивые феюшка моя тень падает смотрю это батут что ли здесь был или что-то такое непонятное и раньше его не видела здесь но тоже какой-то аттракцион здесь лавочки тоже ветер сумасшедший здесь тоже вот для деток маша и медведь аттракцион еще один для малышей разные машинки пожалуйста не хочу красота тоже но ветер ветер я специально шла к этой вот замечательной клумбе потому что она здесь просто замечательная мне хотелось посмотреть как она выглядит тень моя падает и все хотела брать тень нет не получается посмотрите какая прелесть вообще прелесть прелестная здесь супер красивая мне просто вот я когда здесь бываю я всегда прихожу посмотреть на эту замечательную красоту просто прелесть прелестная других эпитета у меня не находится а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok хватит мне вот хлебушек купила опять горячий прям прям горячий я как знала пришла вот в общем прогулялась погода вообще бесподобная на солнце прям жарко и люди здесь вообще в футболках ходят а я как бы оделась тепло но я не могу сказать что мне прям сильно жарко было нормально ветерочек обдувал было хорошо так что сейчас пойду выгружу это видео еще немножко повяжу я уже прилично провязала кардигана опять примерила его на себя вроде нормальненько вроде нормальненько дальше будет видно представляете я столько аптек обходила искала венолгон да оказывается у нас в ради же вот его продает и он стоит 69 рублей там кто здесь производство россия московская область представляете не он такой венолгон страх серутином и венолгон экстракт пиявки вот так что я себе взяла возьму с собой дорогу и еще купила вот такие сейчас книжулечки максику моему на один раз почитать они 12 рублей стоит бабушка приедет книжечки почитает ему новенькие я думаю ему будет интересно даже если у них есть там какие-то книжки то я думаю таких нет такие хорошие молодцы вот рисунки такие замечательные до красивенькие козлятки какие лапосики такие волчища такая прям взгляд иди и до кокетливые мои игрушки вот так что все равно с какой-то пользой я сходила ну что на этом буду заканчивать я свой такой вложек на сегодняшний день потому что обычно вечером у меня особо ничего не происходит обычно я вечером сажусь после того как выгружаю видео и смотрю сериал и вижу в свое удовольствие сегодня вообще практически не смотрела сериал готовилась дорогу уже практически собрала чемодан вот подготовилась полностью уже можно сказать к выезду потому что осталось мне сейчас на подзарядку поставлю powerbank этот который телефоны подзаряживает чтобы он аккумулятор свой подзарядил и еще нужно приготовить медицинские документы и все у меня все будет готово вот таблетки еще нужно будет не забыть это уже такое мелочь поэтому вот такие у меня на сегодняшний день делишки ладно дорогие друзья я желаю вам всего самого наилучшего здоровья хорошего настроения легких ровных петелек и прощаюсь с вами совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами была ирина я я я я